Этой картинке тысячи лет. Это так называемый калийский коврик. Даже сейчас, я думаю, что в Чечне это можно увидеть, в мечетях вы можете увидеть вот такие картинки. Они потрясают своей симметрией. Посмотрите внимательно, почему глаз так воспринимает эту картинку. Потому что это составлено из пятиугольников. А я же вам говорил, что не существует пятиугольного паркета. В чем проблема? Это в том, что когда я говорю про паркет, я имею в виду простой паркет. Но если вы разрешите, чтобы в некоторых вершинах сходилось не три, а четыре ребра, дефект был, то оказывается, не может. Это всегда так. И физики, и математики, когда общая теорема не работает, при некоторых специальных допущениях возникает результат. Посмотрите, что у вас получилось. Вот это так знаменитый каирский коврик. Известный тысячи лет. Читаю. Каждая вершина либо простая, как я хочу, либо имеет валетность четыре. Валетность – это сколько ребер будет выше. Так вот, исследования по пентаграфену начались в Вирджиния Коменфеллс Университета США и в Пекинском университете. Считается, что толчком послужило наблюдение профессора Ямбанг во время ужина в ресторане, где она обратила внимание на панно с изображением замощения пятиугольника улицы Каиры. Паркет, но из пятиугольников. Повторяю. Человек, художник, эстетически всегда ищет картины, которые влияют на наше настроение, на глаза. То есть это паркет такой был. Она сфотографировала и послала одному из студентов со словами. Думаю, мы сможем это сделать. Материал может оказаться стабильным. Но это нужно тщательно проверить. Студент выполнил задание и оказалось, что смоделированные структуры замечательны и очень проста. Оказалось, что по механическим свойствам новый материал может превзойти графен, поскольку будет механически стабильным, будет обладать очень высокой прочностью и выдерживать температуру до 1000 Ка. Вот где геометрия. Я начал с вами с того, что есть Нобелевское время за фудерианой, Нобелевское время за графеной, а вот Нобелевское время за пентаграфеной еще ожидается. Так вот, почему это так необходимо? Оказывается, пентаграфен, если его создадут, понимаете, теоретики рассчитали, что они не видят препятствий. То же самое, что с фудерианом. Еще в 2016 году Бочур другие показали, что нет препятствий. Но надо же было в 1986 только его предъявить. Так вот, теоретически пока препятствий нет. Тем не менее, посмотрите, пентаграфен будет иметь отрицательный коэффициент уассон. Отношение относительного поперечного сжатия к относительному продольному растяжению. То есть, его поперечное сечение будет расти при растяжении в продольном направлении. Так вот сейчас, когда строят космические станции в космосе, нет пентаграфен, но есть инженерные конструкции. Сейчас вы представьте себе, что у вас есть такой резиновый шланг. Или просто жгут такой резиновый. Так вот что будет, если вы начнете его так возьмете и так вот растягивать? Что будет по седатке? Утончаться. Так вот, оказывается, есть такие материалы, что вы начинаете их растягивать, а не растягивать. Коэффициент уассона отрицательный. Механически это инженеры открыли, и это используется в конструкциях в космосе, когда вам надо строить космические изделия. Так вот, если удастся реализовать пентаграфен, то есть на квантовом уровне будет наноматериал вот с такими замечательными свойствами. Вы же понимаете? Вы его растягиваете, растягиваете, а у него объем увеличивается. Это совершенно... То есть я к чему говорю. Вот дальше я вам покажу ссылку на замечательную книгу, которая называется «Новая геометрия для новых материалов». И там будет много примеров приведено. Что оказывается, когда мы говорим про наноструктуры, это не просто какие-то слова, это не просто как нано маленький размер. Нет. Это материалы с принципиально новыми свойствами, которых не было в 20 веке. Вот в чем сила. Вот, пожалуйста, у графена коэффициент уассона положительный. То есть при растяжении в продольном направлении его поперечное сечение уменьшается, как у большинства. Вот вы сделали нанотрубку, да? Растягивается, а там зерна уменьшается. Графен – прекрасный проводник. Средина запрещенной зоны равна нулю. А пентаграфен будет широкозонным полупроводником. И так далее. Я сейчас не буду... Понимаете, дело в том, что сейчас хорошо стало ваше поколение. Как только вы услышали ключевое слово, заходите в интернет и начинаете получать такую информацию. Но когда я вас уже направил, вам будет легче отыскать информацию. Так вот, стали мы искать в природе. А может, нам природа уже подсказала кристаллы такие. И оказывается, вот вам картинка. Пента-гон-трико-октайда. 32 простые вершины. Но 6 вершин имеют валентность 4. За счет этого природа создает вот такой кристалл, у которого все пятиугольники... Посмотрите. Все пятиугольники. За счет того, что только лишь в 6 особых вершинах будет валентность 4. Совершенно замечательная задача. Так вот, теперь я вам расскажу про чистую математическую задачу, которую я поставил своим ученикам. Иногда математика хочет немного... Не то, чтобы пошалить, а просто посмотреть, на что способна математика. Берем фольерен. А можем мы его так вот подрезать, чтобы он стал пентом. Посмотрите. Оказывается, берем бочку ту самую. Можно его так вот нарисованно так подрезать, что у него будет 28 простых вершин, ну и 4 вершины будут иметь валентность 4. Повторяю, это чисто математическое упражнение. И мы ввели такое понятие. Пента 3-4 многогранники. Пента 3-4. Пента это 5. 3-4. А именно, определение. Трехмерный многогранник называется Пента 3-4 многогранником. Если все его граники пятиугольники, а вершины либо простые, то есть валентности 3, либо имеют дефект валентности 4. Тогда мы что с вами сделаем? Подсчитаем число F0K, число вершин валентности К. Правда? А валентность может быть только либо 3, либо 4. И тогда оказывается, что для Пента 3-4 многогранника мы можем эти числа вычислять вот по таким простым формулам. Посмотрите. При П5 равном 12 мы получаем, что F0,4 равно 0 и разбиение комбинаторно платонового тела. То есть мы математически объясняем, чем замечательна платонового тела. У Додекаэдра все грани пятиугольники. Откуда брать еще многогранник, у которых только пятиугольники? Вот за счет того, что допускать дефекты. Как говорят в физике деклинации. И это совершенно принципиально важно в физических экспериментах. И вот например, не существует Пента 3-4 многогранника, у которого F0,4 равняется единице. Это я вам говорю, это те задачи, которые я даю студентам, которые ко мне приходят уже на третьем курсе, на четвертом курсе. Вот Елизавета ко мне пришла на третьем курсе. Вот эти задачи, которые я вам объясняю, вам это понятно, но многие из них решение этих задач будет иметь очень большие последствия. Ну вот как мы перестраиваем из шестиугольных граней, перестраиваем пятиугольные грани. Вот и тогда все получается. Видите, это вот такие перестройки, которые позволяют вам получать пентотела. Перестройка дает многогранник, у которого вместо шестиугольных граней появилось четыре пятиугольные грани, все другие грани сохраняют свой комбинатурный тип, но возникает шесть новых простых вершин вместо двух старых. Валентность двух старых вершин увеличивается на единицу. И они становятся валентностью четыре. Математическая теорема, универсальное разбление фуллерена. Как из любого фуллерена можно сделать пентографию. Повторяю, это чисто математический результат, потому что мы нашли вот такую конструкцию. Пусть дан фуллерен, разобьем его пятиугольник по схеме изображенной из хлеба. Любой пятиугольник, как вы видите, можно разбить сколько у вас будет тогда, посмотрите, шесть пятиугольников. А для чего? А для того, чтобы это позволило нам потом разбить шестиугольники на пятиугольнике. Каждый шестиугольник поэтому мы забираем справа, и тогда получается в результате пента 3-4. Любой фуллерен, а их много, даст нам пример вот такого типа. Повторяю, пока это чистый математический результат, но он уже показывает возможности комбинаторной геометрии и показывает какие свойства. С этим тоже связано. У вас бензольные кольца уже были, когда углеродные. Посмотрите, и вам там объяснят, что не может быть, чтобы у вас было 3 ребра, должно быть 4. Но тогда свойства бензольных колец, углеродных, трудно было объяснить. И в 19 веке Кеппель предложил структуру. Да, да, да. 3. Это не просто 3. Это 4. Но только одно ребро схлопнулось. И поэтому структура, которая возникает у Фуллерена, связана с тем, что можно некоторые ребра считать двойными. Вот посмотрите, картиночка. Структуру Кеппеля Фуллерена называется набор ребер, без общих вершин, конечно. Такой, что каждая вершина принадлежит хотя бы одному ребру. Эти ребра указывают на двойные связи атомов углерода. Это в точности, что предложил Кеппеля в 19 веке для описания углеродных молебнов. Так вот, для любого Фуллерена существует хотя бы одна структура Кеппеля. Вы поняли? Вот вам, пожалуйста, это так называемый Бакместер Фуллерен, за которую была получена Нобелевская премия. Посмотрите, вот двойными мы нарисовали двойные ребра. Но если взять все двойные ребра и присоединить к ним вершины, то мы получим все вершины. И вот притяжки, которые уже будут не двойные, отдают нам вот такую структуру. То есть оказывается, несмотря на то, что вот у нас он простой многогранник, мы можем нанести такую систему двойных ребер, считая, что это не ребра, двойное, так что они нам соединят все вершины. Ну, а дальше ребра как и будет ординарные. Вот это структура Кеппеля. Так вот, для любого Фуллерена существует хотя бы одна структура Кеппеля в следствии результата Петроссона 1891 года. Согласно теории, чем больше структур Кеппеля имеет Фуллерен, тем более химически стабильным он является. Любой Фуллерен имеет экспоненциально много структур Кеппеля. Вот посмотрите, Кардаш в 2010 году получил такую оценку. Посмотрите, больше, чем 2, в степени 2, П6, П6 число шестиугольников. Посмотрите. П6 должно быть больше, чем 180, вот почему нужны большие. Но тем не менее, тогда у вас будет возникать фуллерены, у которых очень много структур Кеппеля. Значит, они более химически стабильны. Просто, понимаете, это уже химия 21 века. Вот такие задачи в 20 веке, хотя истоки в 19 веке, но такие задачи именно о получении материалов, которые химически стабильны, вот так задачи не ставились. Так вот, оказалось, что вот эта структура Кеппеля очень важна в IT. Вот когда вы занимаетесь банками данных, то у вас уже вершины это объекты, а граф это граф связи. И там возникнут тоже проблемы, а так называемые называются совершенные паросочетания. Можем ли мы вот все объекты, которые связаны связями, разбить так называемые совершенные пары? То есть вот эта парочка, эта парочка, а это между ними такие связи. Так вот, у химиков это называется структура Кеппеля, а специалистов по IT это называется совершенные паросочетания. В этом же прелесть математики, когда вы занимаетесь одним, а вы узнаете, что вы внесли вклад в совсем казалось бы далекую область. Вот вам примеры, как строятся разные совершенные паросочетания. Так вот, оказалось, структуру Кеппеля пента-3-4-многогранника называется совершенное паросочетание индуцированного кислистом под графом всех его простых решений. И оказывается, не каждый пента-3-4-многогранник обладает структурой Кеппеля. Каильский коврик и пентагон-3-октоэдр, который нам подарена природа, живая природа, имеет структуру Кеппеля. Пента-3-4-разбиение сферы, получаемое как универсальное развиение фулеяна, не имеет структуру Кеппеля. То есть здесь, как говорится, такой клинч математических результатов и понятий, которые возникли из практики. То, что я говорю, это новое направление математики и каким последствиям оно приведет, мы еще не знаем. Но то, что оно содержательно, мы знаем, потому что есть теорема. А вот теперь возникает следующее понятие, которое очень хорошо известно специалистам по IT. Вот у вас есть выпуклая многограмма. У нее с вершины, есть ребра. И мы, как мы с вами знаем, можем построить граф. Это позволяет нам гулять. А именно, находится в одной вершине, у вас три варианта, вы выбираете один вариант. Потом вы можете пойти, опять-таки, у вас стало два варианта по одному из них. Это так, поисковая система, которая позволяет вам двигаться по графу. так вот, говорят, что граф обладает гамильтоновым циклом, если вы, стартуя в какой-то вершине, можете по ребрам обойти все вершины, цикл вернуться назад, но ни разу не пересечься. Это же мечта. То есть, самый оптимальный путь. Как говорится, вопрос поставить можно. А вот, где найти такие графы, которые обладали вот такими свойствами? Вы понимаете, да? У вас сложнейший граф, вы гуляете по ребрам, он простой, поэтому в каждой точке у вас, раз вы пришли, один ход есть, есть два выхода. Вот так вот распределиться. И вот, что оказывается, Кардыш, 2014 год. Реберный граф любого фульрена имеет гамильтонов цикл. Это математический результат. Понимаете? Просто так его не получишь. Это надо было. Каждый гамильтонов цикл определяет структуру Кеполя. А теперь я вам расскажу совершенно удивительную вещь. Вы, наверное, слышали, что существует такая знаменитая теорема. Была проблема о четырех красках. Представьте себе, у меня даже есть вот, кстати, если вот это вас заинтересовало, вы можете зайти на мою фамилию, такая система МАЦ НЕ ТРУ. МАЦ НЕ ТРУ. На мою фамилию. Там будут мои работы. А в конце мои лекции. В частности, там вот есть лекции, которые я читал в Дубне для школьников современной математики. Вот там, в частности, речь идет про проблему четырех красок. Значит, задача ставится так. Вот мы с вами смотрим на многогранник. Будем считать, что его поклотило. Неважно. Главное, что вот у него есть вершины, ребра. и главное, что есть грань. Будем считать, что каждая грань это страна, а все вместе это карта. Много лет назад, там вся история у меня написана, в 19 веке, возникла задача. А можем ли мы раскрасить такую карту, имея всего четыре краски? И когда это стало известно, просыпались решения. Но после течения где-то на 20 лет, по-моему, если не ошибаюсь, знаменитый математик Артур Келли сделал доклад на заседании Лондонского математического общества, самого престижного центра в то время расцвета математики был в Великобритании. для общей семьи, он сказал, это не задача, это проблема, я не знаю, как ее решить. Только через сто лет было приемлено решение этой проблемы, которая стала фундаментом для современных специалистов по разработке программного обеспечения. Включая самые-самые знаменитые этичные фирмы. Почему? Потому что доказательство, которое было предъявлено, опиралось на редукцию к некоторой вычислительной задаче, а дальше допустим компьютер. То есть до сих пор не существует, как математика говорят, чистой доказательства. Дано это, делаем то-то, получаем это. есть редукция. Дальше возникло такое понятие, как называется компьютер-расист и так далее. Тем не менее, сейчас Боб Вилсон, мой коллега, опубликовал книгу, она на русский язык не переведена, но на английском она существует, где он всю эту трагическую историю рассказывает. Почему? Потому что были созданы совершенно замечательные программы, которые тестировали те доказательства, находили, как говорят, гэпы, находили исправления и так далее. То есть, если считается все-таки, кстати, вот в школе современной математики был специальный курс лекций по поводу этой проблемы. В общем, признано, что это можно считать, что она решена. А вот карту обладает гамильтоновым циклом, то раскрасить четыре цвета можно давать школьнику шестого класса. Задача остается так. Пусть у вас имеется выпуклое тело, у него есть вершины ребра и грани. Представьте себе, что вам можно гулять по ребрам так, чтобы обойти все вершины и вернуться назад, так, чтобы ни одна вершина дважды у вас не было крещения. Докажите, что если такой гамильтонов путь существует, уж такую карту без всякого компьютера вы вручную раскрасите в четыре цвета. Вот опять представьте, какой диапазон. В частности, если вам надо раскрасить Бакминстер Фунерен вот тот самый C60, значит, 60 вершин, значит, существует путь и у нас нарисован. Раскрасить его в четыре цвета одно удовольствие. Здесь я, понимаете, себя уже сдерживаю, потому что давайте еще одну вещь скажу, которую просто знаете, я могу по своему опыту сказать, так как я уже давно в математике, иногда какие-то вещи услышишь, не очень поймешь, а через много лет из подсознания это вылезает. Так вот, я вам сейчас скажу вот какую вещь, которая нас потрясла. Фунерены. Как вы видите, их очень много. Но если их мыслить, мыслить как объекты нашего трехмерного евклининского пространства, то слишком много степеней свободы, надо накладывать дополнительные условия. Оказывается, у любого Фунерена есть вложение в пространство Лобачевского размерностью 3. и там он становится на свое место. Чистый математический теорем. Если вы вложили Фунерен в трехмерное пространство Лобачевского, 1182, то эти вложения не зометричны. Можете представить? То есть геометрия Лобачевского дает структуру мира, в котором Фунерены как раз есть вот эти самые кирпичики. Более того, вы не поверите. Если я вас спрошу, давайте будем строить здания из кирпичей, но так, чтобы любые грани, то есть любые две грани образовали прямой угол. Я думаю, каждый из вас быстренько решит задачу. Сколько таких существов глупых тел? Это просто. Понятно. Какие бывают кирпичи, вы их много раз выделили. А теперь внимание. любой фулерен можно вложить в пространство Лобачевского так, что угол между любыми двумя гранями будет прямой. Это дает нам возможность понять лучше структуру геометрии Лобачевского. А любой физик вам скажет, геометрия Лобачевского это то же самое, что СТО специальный теоретный населительный Синьштейн. Вот такой мустик. То есть возникает понятие, возникает теорема казалось бы о разных вещах, но потом они удивительным образом сходятся. Вот я хочу, сейчас вот я и мои ученики много работаем именно по теории фулеренов, как те самые кирпичиков в пространстве Лобачевского. Видите такой путь, что оказывается любой фулерен имеет гамильтонов цикл, у любого фулерена имеется структура кекуля, любой фулерен можно вложить пространство Лобачевского так, что любые две грани, которые имеют общее ребро, конечно, находятся под прямым углом. Вот представить себе, вы же знаете наш любимый шестиугольник на плоскости, может плоскость Лобачевского вложить так, что там угол будет прямой, но повторяю, вам может еще рано, просто заложите подсознание, что наряду с эвклидовой геометрией, с которой мы все привыкли, существует геометрия Лобачевского. Более того, вы можете рассматривать именно геометрию Лобачевского как геометрию нашего физического мира, которая локально только устроена как эвклидово. Понимаете, а в астрофизике это, конечно же, геометрия Лобачевского. То есть мы с вами, это очень локально, то, что мы видим, что у нас эвклидово геометрия, это все локально, а в больших масштабах это, конечно, геометрия Лобачевского. И вот здесь непостижимым образом, понимаете, чем мы отклоним, что сейчас является таким крупным достижением науки, что микромир и макромир сошлись. Фуллерены это наномир, а геометрия Лобачевского управляет процессами понятных.